Добрый день. В этих переговорах не удалось обсудить все, что Россию беспокоит. По-видимому, ничего это не изменится. И несмотря на возможные уступки, приступить определенные разногласия не удастся. И если этого не удастся достичь, было упомянуто с российской стороны, что будет военный ответ. Не могли бы Вы объяснить подробнее, что включает в себя эти военные ответственные действия? Что Вы будете делать? Не обязательно речь идет о вторжении. Что Вы подразумеваете под военным ответом? И позвольте задать дополнительный вопрос. Когда в Женеве встречались президенты Путин и Байден, звучали заверения, что президент Путин... Что готовы рассмотреть ситуацию с Уиланом Ридом? Не могу Вам ничего добавить к тому, что сказал президент Путин после своей пресс-конференции, когда он дополнительно общался с журналистами. Его спросили прямо, каким может быть ответ, если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты. И он сказал буквально, что следующий ответ может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне, ему, президенту России, наши российские военные эксперты. Точка. Поэтому гадать сейчас на кофейной гуще. Это только наши западные коллеги, американцы прежде всего, не дожидаясь развития событий, сразу хватаются за санкционную дубинку. Кстати, мне понравилось, что уже не первый год существует пост главы офиса по санкциям в государственном департаменте. В дипломатическом ведомстве специальный целый отдел, который занимается только наказанием всех тех, кто так или иначе не соглашается с Соединенными Штатами. А бывает, что и тех, кто вообще ничего не сделал. Просто наказать надо, чтобы неповадно было. Поэтому мы за то, чтобы все это решалось на основе взаимного уважения, на основе баланса интересов. Позиция России, которая была представлена американцам и натовцам, она основана именно на балансе интересов. Эти документы, они нацелены на обеспечение безопасности в Европе в целом, каждой страны, включая Российскую Федерацию. А позиция Соединенных Штатов и их союзников заключается в том, что они хотят обеспечить себе доминирование в Европе. Они хотят создать плацдармы вокруг Российской Федерации, военные плацдармы. Хотят постоянно создавать раздражители для нас вокруг наших границ. И еще раз обращу ваше внимание на то, с чего я начал. Почитайте хартию европейской безопасности, принятую в Стамбуле в 1999 году. Все, что сейчас заявляет и делает Запад, является грубейшим нарушением обязательств, которые были взяты тогда. И если... Я помню прекрасно, знаете, еще один пример, когда мы такую попытку предпринимали, это, кстати, отвечая на вопрос предыдущей коллеги, почему мы ждали до сих пор. Мы еще в 2010, по-моему, году внесли проект договора о европейской безопасности на рассмотрение наших западных коллег. И были достаточно невежливо, непоняты. Нам сказали, это никогда не будет обсуждаться. А когда мы приводили тексты документов, включая вот хартию европейской безопасности, включая другие документы, где записана необходимость соблюдать неделимость безопасности, нам ответили, да, и мы сказали, мы просто хотим перевести политические обязательства, которые все мы на себя взяли, в юридически обязывающую форму. Ответ был очень показательным. Дорогие друзья, юридически обязывающие гарантии безопасности могут предоставляться исключительно членам Североатлантического альянса. Вот эту философию, которая подрывает все, что было до этого сделано в ОБСЕ после завершения Холодной войны. И включая, включая, вот процитированный мой принцип, что ни один союз в Евроатлантике не имеет права диктовать свою волю всем другим. А ваш союз этим занимается. И получает от этого, судя по всему, удовольствие. Мы никакого удовольствия здесь не видим, ни для себя, ни для других, но знаем и умеем обеспечивать свою безопасность на любой случай. И заверяю вас, мы не будем бесконечно ждать каких-то перемен, каких-то обещаний. Мы знаем, откровенно скажу, мы знаем, что Запад рассчитывает на сценарий, который позволит американцам все-таки сбросить в себя главную ответственность за решение этих вопросов на переговорах с нами. И сначала в Совете России НАТО попытаться все это растворить, привлекая своих соратников, скажу так, повежливее. А в ОБСЕ, в принципе, невозможно вести какие-либо переговоры. Это организация, если бы организация была готова вести переговоры, то она для этого должна стать организацией. А у неё даже нет устава. И чтобы ОБСЕ обрела юридическую субъектность, международную, правовую, мы уже 15 лет предлагаем начать переговоры над таким уставом. Нам отвечают, прежде всего, американцы, нет-нет-нет, как раз прелесть ОБСЕ вот в этой гибкости. В гибкости вопросы жесткой безопасности никогда не решались и не будут решаться. Поэтому мы эти замыслы видим, всё вот так вот спустить в некие абстрактные дискуссии. И, конечно же, мы будем ожидать, и твёрдо сказали об этом американцам, именно от них реакции, которая должна быть реакцией по-взрослому. Если позволите, мы вернёмся в зал. Я хотела бы предоставить слово нашим финским корреспондентам, которые находятся тоже на европейском... ... ... ...